Музыка Посольство даже на своем сайте объявляет ложную информацию. Кроме того, хочу сообщить, что после того, как они узнали, что наша группа людей собирается поехать в представительство ООН, чтобы в сопровождении автомобилей ООН мы смогли через территорию Грузии проехать в Россию, они, знаете, направили письма и в ООН, и в Швейцарское посольство везде, что якобы они сами собираются провести непосредственно мероприятие по транзиту, но на автобусах. Вариант проезда на автобусах очень опасен, потому что, если, не дай бог, хоть один человек болеет данным заболеванием, то весь автобус заразится. Кроме того, по прибытию на территорию Российской Федерации их специально поместят на карантин, принудительный карантин, и люди не смогут уехать у себя домой, чтобы сами изолироваться. Кроме того, транспортное сообщение в данный момент очень сильно страдает на территории Российской Федерации, из региона в регион очень тяжело попасть. Ни самолеты, ни поезда, ни автобусы в данный момент как бы нормально не ездят, поэтому риск заболевания очень высокий. Для этого мы хотели обратиться в посольство Грузии, посольство Швейцарии, чтобы данный вопрос решили именно транзитом автомобилей в колонне, в сопровождении либо полиции, либо автомобилей ООН. Мы готовы оплатить все транспортные расходы по именно транспортировке, которые сотрудники полиции, либо сотрудники ООН вынуждены будут из-за нас как бы потратить. Соответственно, наша просьба о том, чтобы именно организовать выезд колонной автомобиля. Нас на данный момент 78 автомобилей, нас около 300 человек. Все полные списки находятся у меня, я данные списки собираю, и в данный момент мы пытаемся провести переговоры непосредственно с послом Российской Федерации, потому что все обращения, которые мы заявляли в консульский отдел, им было рассчитано как какое-то хамское отношение. То есть, получается, мы их призываем к тому, что нужно было людей до последнего эвакуировать, только после этого уйти на самоизоляцию. А они, получается, вот такого рода призывы, да, вот именно положительные, именно то, что связано непосредственно с их обязанностями, они это воспринимают как хамство с нашей стороны. И в данный момент, как бы, ни на телефонные звонки, ни на что не отвечают. И вот все меры, которые предпринимают они, они все делают для того, чтобы мы не смогли именно использовать коридор ООН, использовать то же самое грузинское посольство. Куда мы не идем, везде говорят, ваше посольство с нами связалось и сказало, что мы типа сами этим вопросом будем заниматься и автобусами людей как бы вывозить. Ну, это я опять-таки говорю, это для жизни и здоровья людей очень опасно, потому что, если, не дай бог, один человек заболевший будет в автобусе, то все заболеют. И потом семьи. Грех на душу, кто такой собирается на себя брать. Просим именно помочь проехать транзитом именно колонной автомобилей, сопровождении полиции, либо ООН. После того, как я еще очередной раз поговорил с сотрудниками посольства Российской Федерации, я окончательно убедился, что в данном вопросе нам только может помочь Никол Воваевич Пашинян. Я в него верю. Он патриотичный человек, и он будет заботиться не только о гражданах Армении, но и о гражданах Российской Федерации, потому что фактически в нашем списке у всех фамилия Ян. Мне кажется, на данный момент нас бросили из-за того, что у нас фамилия у всех заканчивается на Ян. Мы никому не нужны. Сколько раз я не обращаюсь, вот две, пытаюсь под столом увидеться, никто на встречу к нам не идет. Ситуация на самом деле очень ненормальная, потому что как бы бросать людей в такой ситуации, в опасности, лицом к лицу с коронавирусом, это преступление хуже, чем любое преступление в военных времен. 300 человек осталось на улице, у людей заканчиваются деньги, у людей заканчиваются возможности, люди спят в машинах. Поймите и помогите. Никол Воваевич, мы вас очень сильно просим, обратите на нас внимание. Я понимаю, что сложно это все, но я прекрасно понимаю, что только вы на данный момент можете связаться с правительством Республики Грузия и решить вопрос нашего транзитного проезда на автомобилях. Еще раз говорю, что транзитный проезд на автобусах, который предлагают на данный момент, вот после того, как узнали, что мы должны собраться в российское посольство, он очень опасный, потому что в автобусе люди могут заразиться. А в своих машинах никто не заразится, и нормально все до дома своего доедут. Спасибо.